Продолжение следует... ...что люди ждут от власти и какой она должна быть. Ульяновцы высказали немало претензий к власти и немало пожеланий, какой бы они хотели ее видеть. Честнее к людям, создавать рабочие места, зарплаты, бюджетникам, и как стимулировать на заводах, чтобы повышалась зарплата. Город, правда, он у нас сейчас почище стал, но тем не менее, чтобы он был зеленый, красивый, хороший, какие-то уголки отдыха. На пенсионеров побольше внимания тоже обращать. Ну, что они могут сделать? Что в их силах пусть делают. И дело не может быть в жизни. Поэтому у каждого должно быть стремление к совершенству. Знаете, у нас очень большие, наверное, оплаты за коммунальные услуги. Может быть, вот это, как при нашей низкой заработной плате. Вот. Вот что хотелось. Много делается в регионе сейчас. Я смотрю, обустраиваются парки, территории. Там везде стало намного чище. Мне довольно комфортно живется, как житель города. Дравоохранение не устраивает. Если честно, ужасно. Например, к врачу записаться только за месяц. За две недели. Это как мыслимо. Решать вопрос, наверное, общество должно быть как бы понастойчивее, чтобы было, ну, как бы, так сказать, нельзя выражаться агрессивно. Ну, понастойчивее работать. То есть требовать от власти выполнения своих должностных обязанностей в полном объеме. Попредметнее работать. Повнимательнее относиться к нам, к простым гражданам, вот, к пенсионерам, например. Вот. Побольше делать для них какие-то условия для жизни. Конкретно в нашем регионе, наверное, дороги лучше делать. Дравоохранение. Это же просто невыносимо. К узким специалистам вообще практически не попасть. Это вообще на заметку берется или нет? В заботе об ульяновцах. Больше ни в чем. А это все совокупно. Глава области поддержал запрос жителей области на изменения. Что толку от самого прекрасного будущего, когда у нас растет уровень бедности? Когда медицинские учреждения области не могут расплатиться с долгами. И в них не хватает жизненно важных и очень необходимых для людей лекарств. Когда закрываются бизнесы. Когда увольняются рабочие. Когда падает заработная плата. В связи с этим правительству ждут изменения. Сергей Морозов объединит должности губернатора и председателя правительства, что приведет к снижению расходов и убыстрению принятия решений. Депутаты законодательного собрания получат полномочия по высказыванию предложений по персональному составу исполнительной власти. Правительство кардинально изменит систему работы, выстроив ее на взаимодействии с гражданами. До конца года произойдет существенная реорганизация кабинета министров. Организации, которые не несут нагрузки, сократят. С учетом запроса жителей Ульяновской области на социальную справедливость, на позитивные перемены в жизни каждого, чтобы каждый почувствовал на себе эти позитивные перемены, мы с коллегами, с экспертами, с советниками наметили три основных программных блока, над которыми будет работать обновленное правительство. Мы назвали их максимально просто. Достаток, забота и порядок. В блок «Достаток» войдут все проекты, программы и инициативы, касающиеся экономики и финансового благосостояния жителей Ульяновской области. Забота посвящена социальной сфере и помощи всем нуждающимся. В блок «Порядок» войдут различные направления, от строительства и ремонта дорог до экологии. В скором времени планы по каждому из блоков будут обнародованы и представлены к широкому обсуждению. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ.